Приветствую вас, прочитал ваш вопрос и думаю, что, ну, для начала вам, наверное, имеет смысл обратиться в раздел религии. Вам там, наверное, дали бы более точный, более подробный ответ на ваш вопрос, вам дали бы более четкий ответ, по моему мнению, конечно, вот. Вам могли бы лучше помочь, потому что там все-таки в этой категории люди, они обладают, ну, необходимыми, я думаю, знаниями для того, чтобы вам как-то вот объяснить то, что вы хотите знать. Вот. Ага, значит, с точки зрения психологии, то, что вы описываете вообще напоминает бред, напоминает очень сильную внушаемость человека. То есть, сам человек себе умудрился внушить эти вещи, а другие, ну, другие они просто подхватили, да, вот. И, собственно, собственно, как бы, ну, внушили человеку, что это правда, вот. Не совсем понятно, кто с кем общался, не совсем понятно вообще, при чем здесь глобус, северный полюс, православие, при чем здесь, то есть, при чем здесь православие, при чем здесь вера. Что-то вы описываете, это может быть совершенно различное явление, но это никакой небесовский, что, как бы, к дьяволу это отношение не имеет. Это изменение восприятия человека, и связано оно либо с внушением, либо с различными психотропными воздействиями на человека, либо с, как я уже сказал, значит, с некоторыми изменениями в работе мозга, которые могут быть вызваны, ну, в том числе, в том числе и, эм, с травмами, в том числе и их какими-то травмирующими, эм, ну, значит, происшествиями в жизни человека, что он захотел, э, вот так вот убежать в мир другой, да, в такую реальность, он захотел убежать от нее, от, э, ну, от реального мира захотел, захотел, убежать, вот, и вопрос, эм, только в том, собственно говоря, зачем ему это, э, почему он захотел убежать, и, собственно, от чего он бежит. То есть, с точки зрения психологии, это, вот тот, что вы описываете, это защитный механизм избегания. Я не совсем, конечно, понимаю, зачем вы, э, интересуясь, как бы, православием, да, то есть, будучи православным человеком, как, как вы себя называете, э, зачем вы интересуетесь вот такими вещами, э, почему вы прислушиваетесь к, э, такого рода, э, ну, сообщениям, там, темам, да, и так далее. То есть, зачем вам это, вот, лично вам, для чего, э, сомневаетесь ли вы, э, в, э, своей вере, например, э, было ли с вами что-то подобное, ну, не совсем такое, прям, буквально, в смысле слова, но, что-то на вроде этого. То есть, почему вы не сомневались, почему вас это задело? Получается, у вас сомнения, в той, картине мира, которую вам рисует православие, например. Ну, и, соответственно, если это, если это так, то, я вам рекомендую обратиться, например, к тому же священнику, э, к тому же батюшке, да, чтобы уже, собственно, батюшка вам, э, смог бы как-то помочь и, ага, разъяснил бы вам, э, все моменты, э, которые вас волнуют. То есть, если вы, поймите, если вы засомневались в своей вере, да, вот, как, ну, как, православный, то есть, сомнения, это нормально. Сомнения, это, это, естественно, форма, форма человека. Естественно, для человека задавать вопросы и сомневаться. Ну, дело не в том, что вы прочитали, дело не в том, что вы услышали, дело в том, как вы сами на это отреагировали. Знаете, дело в том, как вы сами это восприняли, вот в чем дело, понимаете? И я думаю, что, э, восприняли вы, ну, поскольку, поскольку восприняли вы это, э, э, весьма и весьма, да, как-то вот, э, ну, негативно, тяжело вы это восприняли, вот. Что, соответственно, я думаю, что вы сомневаетесь в себе. Сомневаетесь, сомневаетесь, э, в, э, вере, который, который, ну, в которой вы живете. А если так, то вам необходимо, э, значит, свои, свои сомнения подавить. Ну, то есть, побороть их, да, вновь стать уверенным. А, для этого нужно поговорить, э, с обетом, с той, вот, как раз, культурой, да, э, с обетом, тех, э, тех, э, взглядов на, на вещи с тех позиций. Которые, собственно, вам близкие. Вот. И, соответственно, так вы сможете перестать, э, обращать, ну, вообще, какое-либо внимание на подобные вещи. То есть, бесовское это что-то, не бесовское, не бесовское. А вот, там, какие-то, э, видения у людей, невидения, там, что-то еще. Не важно. Все это к вам отношения не имеет. А вот почему вы, э, читаете, читаете подобные, подобные вещи. Это вот вопрос. То есть, задумайтесь об этом, э, лучше. Позарайтесь, вот именно об этом задуматься. Задуматься. Что заставляет вас. Другой думать о, о таких вещах. И все. А анализировать, э, можно очень много. Ну, вот. Но, как православный человек, вы обратились немножечко не по адресу. Цикологи работают с человеком. То есть, я могу с вами поработать. Но, э, я, как бы, не могу анализировать, э, что-то происходило не с вами. И интерпретировать это. Вот, если бы я с этим человеком поговорил, который вот написал, то, о чем вы говорили, то, о чем вы пишете, то это да, то вот можно было бы уже о чем-то говорить. А так, подумайте, зачем вам это. И обратитесь к профильному специалисту для прояснения вопросов. А если будут вопросы по именно психологии, то, соответственно, обращайтесь ко мне, либо к любому другому психологу, который вам понравится. И мы будем рады вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!